Добрый вечер, дамы и господа! Барьереко, тыкнайке, парунайк! Мы продолжаем зимние игры «Что, где, когда» в Армении, которые проводятся по лицензии телекомпании «Игра ТВ» и при поддержке премьер-министра Армении господина Ловика Абраамяна. Сегодня у нас финальная игра. И впервые в финал вышла одна из самых молодых команд клуба. И я приглашаю за игровой стол команду Аруцюна Арзуманяна, сексопатолог Арач Арчан, проект-менеджер Левон Кюрзадян, проект-менеджер Марьяна Макарчан, против команды Аруцюна Арзуманяна, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мне видятся двое рыцарей, которые идут по симметричным улицам. Одна из улиц вся в густом тумане, а другая улица заполнена ярким прозрачным воздухом кристальной чистоты. Оба рыцаря – это два Дали. Внимание, вопрос. Как Дали объяснил свое видение? В чем разница между этими двумя рыцарями? Время. Субтитры делал DimaTorzok Дали до того, как стали не стараться или после этого. Проблемы со зрением. Может быть, злением просто? Он носил очки? Может быть, молодой Дали. Чарль, он носил очки? Может быть, Дали, по-моему, нет. А как это из них молодой? Будущее Дали или прошлое Дали. А может, цвета в фотографии, может быть, до появления цветных фотографий? Не знаю, может быть, что такое. Мне видят два рыцаря. Один из них темные, серые цвета. Дали, они должны... Тошлое, будущее. Здравствуйте, старый Мадурин. То, что Мадурин, значит, это еще он не знает. Это будет старый Мадурин. Еще варианты ей были? Дали разного возраста? Возраст, да. Время. Кто отвечает, господин Арзуманян? Я отвечу, господин ведущий. Отвечу первую нашу версию. Два разных Дали – это Дали в молодости и Зрелый Дали. Дали в молодости и Зрелый Дали. Ваш ответ понятен. Господин Арзуманян, внимание, правильный ответ. Мне видится двое рыцарей, которые идут по симметричным улицам. Одна из улиц вся в густом тумане. А другая улица заполнена ярким прозрачным воздухом кристальной чистоты. Оба рыцаря – это два Дали. Писал Сальвадор Дали в автобиографической книге, да? Вот вам что известно наиболее? Усы. Что еще? Жена. Гала. Жена. И продолжал. Один из них принадлежит Гале, другой – тот, каким бы он был, если бы никогда ее не встретил. То есть Дали с Галой и без Галой. 1-0 в пользу телезрителей. Телезритель Калэна Копян приносит первое очко своей команде и зарабатывает денежный приз в размере 70 тысяч драм от компании «Росгострах Армения». А сейчас я объявляю минуту А. Господа, послушайте сами себя. И пусть перед вашим взором всегда будет Арарат в сердце культура, а в душе Армения. А у нас в зале присутствует руководитель отдела контроля качества компании «Аррат Групп» господин Арташе Скарапетян и представитель компании госпожа Наре Арутюнян. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Господин Карапетян, вы не перестаете нас удивлять. Я знаю, что недавно вы представили еще один беспрецедентный для армянского рынка продукт. Расскажите нам о нем. Уважаемый господин ведущий, действительно мы представляем новый продукт, который не имеет своих аналогов в Армении. Это минеральная вода в упаковке «Бэггимбокс», что в переводе означает «пакет в коробке». Вода из такого пакета, вода из такой упаковки наливается через специальный краник, что и обеспечивает защиту воды от вредного воздействия воздуха. Спасибо, господин Карапетян. Реклама на канале Армения. Внимание, лучшему знатоку сегодняшней игры, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Артур Алексанян дарит книгу «Гюмри» со своим автографом. Дамы и господа, у нас в зале присутствует генеральный директор компании «Росгострах Армения» Гагик Григорян и член совета компании госпожа Сона Далалян. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Григорян, как игра, как сезон. Сезон очень хороший, и так как команда впервые играет в финале, я хочу ей пожелать обязательно победы, удачи в ее сегодняшней игре. И так как мы представляем интересы телезрителей, то давайте все-таки начнем стартовые выплаты со 100 тысяч, и всем проигравшим мы тоже сегодня выплатим по 70 тысяч драм. Очередной сюрприз от компании «Росгострах Армения». Тогда я хочу напомнить, что телезритель Карен Акупян выиграл первое очко, принес первое очко своей команде и выиграл 100 тысяч драм от компании «Росгострах Армения». Спасибо вам, господин Григорян. Продолжаем игру. Второй раунд. Уважаемые телезрители, присылайте свои вопросы по адресу Ереван, Ягвардское шоссе 1, телекомпания «Армения ТВ». Что, где, когда или на электронный адрес infosobachka.pr.m Помните, что на игровой стол не попадут письма, в которых не будет указан источник информации и номер вашего телефона, а письма без фотографий будут рассматриваться в последнюю очередь. Сектор «Блиц». Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать одно очко, знатоки должны ответить на три вопроса подряд. Сегодня против вас играет Хакоп Газарян, пенсионер из Еревана. В последнее время в рекламе стали все чаще использовать возможности, которые дают журнальные развороты. И временами получаются настоящие шедевры. Внимание, вопрос первый. Посмотрите на экран. Телезритель Хакоп Газарян интересуется, какой продукт представила компания «Макдональдс» на этой рекламе. Время. Милкшейк. 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 Биг Макдональдс. Биг Макдональдс. Биг Макдональдс. Капучино. Капучино может быть. Пенка. Капучино. Милкшейк какой-то у них вроде есть. Молочный коктейль у них всегда. Это складывается. Капучино. Может быть, вдруг это пенка. Да, их кофе. И что? Время. Время. Кто отвечает, господина? Алло, Чарчин. Слушаем вас, господин Чарчин. Господин ведущий, мне почему-то это напомнило капучино. Пенку от капучино сверху. Внимание, правильный ответ. По краям страницы залиты кофе, господа. Так компания Макдональдс прорекламировала свой кофе. Капучино тоже кофе. А кто сказал, что нет? Продолжаем, Бликс. Внимание, вопрос второй. Посмотрите на экран. Акоп спрашивает. Какое средство рекламируется на данном журнальном развороте? Время. Время. Кто? Элориан отвечает. Кто? Элориан. Эдуард Элориан, слушай. Ну, здесь рекламировалось средство для загара. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Страница слева нежно-розовая, под цвет незагорелой кожи. Страница справа коричневая, под цвет загорелой. Так прорекламировали масло для загара. Продолжаем. Блиц, решающий третий вопрос. Авакуация. Посмотрите на экран. Хакоб Газарян интересуется. Спонсоры каких спортивных соревнований разместили в журналах такую рекламу? Время. Молодец. Молодец. Повержи несколько. Очень похоже дальше. И любых. Качки. Качки может быть. Да, потому что машины настолько быстро проходят. Дальше? Хорошо. Бег может быть тоже быстро. Может быть это? Шахмат, качки? Нет, скачки может быть. Ваши формулы там сказали. Давай гонки, в общем, гонки. Да, гонки. Гонки, потому что на формуле. Время, господин Арзуманян. Кто отвечает? Отвечает Левон Гюрзадзе. Слушаем вас, господин Гюрзадзе. Нам, кажется, рекламируют гонки конкретнее формула 1. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Реклама на журнальных разворотах. В левой части вы это прочитали, наверное. Читателям предлагают повернуть эту страницу слева направо несколько раз. А теперь представьте, если перелистывать страницу туда-сюда, посмотрите на экран. Она будет похожа на гоночный флажок. Такую рекламу разместили в журналах спонсоры Формулы 1 или автомобильных гонок. Выиграли Блиц. А телезритель Гакоб Назарян получает новогодний подарок. 70 тысяч драм от компании «Росгострах Армения». Один-один. Внимание, лучшему телезрителю сегодняшней игры компания «Арадгрупп» дарит альбом Николая Рериха «Путь в Шамбалу» с автографом капитана команды Арутюна Арзуманяна. Третий раунд. Господин Арзуманян. Да, господин. Санкомандники говорят, что вы суровый капитан. Вы согласны с этим мнением? Согласен. А как проявляется? А как это проявляется, господин Арзуманян? Да, Элорян, скажи. Господин Элорян. Да. Как проявляется суровость господина Арзуманяна? Да. Время от времени. Вектор «Супер Блиц». Самое время. Три вопроса по 20 секунд размышления на каждый играет один знаток. Господин Арзуманян, кто остается за столом? Остается Ара Чарчан. Ара Чарчан. Чтобы одержать победу, тишина в зале. Тишина в зале абсолютная должна быть. Чтобы одержать победу в этом раунде, господин Чарчан должен ответить на три вопроса подряд. Господин Чарчан. Тишина абсолютная. Ни звука, ни шепота. Сегодня в Блице вас ждут три вопроса от Клары Абакян, домохозяйки из Еревана. Переводчики часто беспощадно изменяют название фильмов. Внимание, вопрос первый. Клара просит вас назвать американский фильм, который вышел во французский прокат под названием «Мама, я пропустил самолет». Время. Время. Господин Чарчан, слушаем вас. Господин Идущий, повторите, пожалуйста, формулировку. Клара просит вас назвать американский фильм, который вышел во французский прокат под названием «Мама, я пропустил самолет». Ну, господин Идущий, версий не так много на самом деле. Я предположу, что может быть Форест Гамп. Версий особых не было на самом деле. Внимание, правильный ответ. Под названием «Мама, я пропустил самолет». Во французский прокат вышел фильм «Господин Чарчан». Наверняка в детстве вы этот фильм смотрели несколько раз. Один дома. Телезрительница Клара Амакян приносит второе очко своей команде и зарабатывает денежный приз в размере 110 тысяч драм от компании «Росгострак Армения». Дамы и господа, у нас в зале присутствует директор по маркетингу компании «Вивара», господин Армен Сукьясян. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Сукьясян, к своему логическому завершению близок интеллектуальный сезон. А что ваша компания может предложить для интеллектуалов промежутки между сезонами? Господин ведущий, «Вивару» своим игрокам предлагает много разновидностей интеллектуальных игр, начиная от китайского покера, блота, нарды, еще традиционный покер, но еще и мы можем предложить своим игрокам, которые разбираются в экономике, поставить финансовые ставки. Спасибо, господин Сукьясян. Продолжаем игру. Четвертый раунд. Давайте, давай, Джоану. Горчан, это твой вопрос. Господин Чарчан. Да, господин ведущий. Какое самое большое ваше хобби? Вы будете смеяться, господин ведущий, но я очень люблю смотреть фильмы. Какой фильм? Один дома. Как раз я не люблю этот фильм. Он смотрит когда один дома. А какой фильм вы смотрите? Против вас играет Лилит Меликджанян. Какой фильм вы смотрите, господин Чарчан? Ну, мне очень нравится и Форест Гамп, и более фильмы из 90-х, скажем так, но кроме фильма «Один дома». Понятно. Против вас играет Лилит Меликджанян, учительница из села Мехакабан. Я написал ее в 18 лет. Вследствие несостоявшегося свидания. Ждал девушку на холоде, а она взяла и не пришла. Я решил, что девушка не пришла из-за плохой погоды. Внимание, вопрос. Назовите песню, написанную в далеком 1963 году, и ее автора, воспоминания которого вы только что слышали. Время. Встреча с существующими нового. А это советское что-нибудь? А может это русская песня? Лариса Долина главнее всего по годы годы. 63 год, Маша. Какая-то группа, битва там, ролик. Какие у нас песни про дождик? Не знаю по году. Какие песни про дождик? Сильный ветер. Элли Костин, Майкл Джексон. 18 лет написал. Я 18 лет написал. 18 лет. Молодой кто-то. Время. Господин Дмитриевич, мы просим повторить вопрос. И? Берем помощь клуба. Берете помощь клуба. Я написал ее в 18 лет вследствие несостоявшегося свидания. Ждал девушку на холоде, а она взяла и не пришла. Я решил, что девушка не пришла из-за плохой погоды. Назовите песню, написанную в далеком 1963 году и ее автора, воспоминания которого вы только что слышали. У вас 20 секунд на помощь клуба. Время. А это про что? Подыси. Подыси. А кто? Сальвадора Адама. В общем точно. Хорошо, спасибо. Ты споешь? Все. Все. Господин ведущий. Да, я слушаю вас. Мы готовы. Песня называется «Дом Беланежа» и автор Сальвадора Адама. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Арзуманян, а кто вам подсказал? Вот Тигран Качарян. Тигран Качарян. И не только. Ждал девушку на холоде, а она взяла и не пришла. Я решил, что девушка не пришла из-за плохой погоды. Виновником случившегося был снег, господа. В 1963 году бельгийский автор, исполнитель Сальваторе Адамо написал «Послушайте, господа, песню». 2-2. А телевизорительница Лилит Меликджанян получает 120 000 грамм в качестве компенсации от компании «Росгострах Армения», так как команда выиграла очко с помощью клуба. Теперь на раз с тобой. Тебе не будет еще 60-50. 190 в наше время. Пятый раунд. Господин Арзуманян, а кто в команде спрашивал, кто это поет? Я. Это самый старший игрок. Господин Юрзадян, вы не слышали эту песню? Песню слышал. Слышали, но не знали, кто поет, кто исполнитель. Я много песен слышал, но исполнитель запоминать – это большая беда для меня. Ну, например, знаете, кто поет yesterday? Ну, это Битлз, это понятно. А? Богемскую рапсодию? Ну, Queen. Вот видите, не забывайте. Ну, я очень часто слушаю. По стрелке против вас играет Анна Поджолян, туроператор из Гюмри. Внимание, вопрос. Закончите стихотворение Иосифа Бродского «Рождественская звезда». Внимательно, не мигая сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был… Минута. Христос. Смотрела. Смотрела звезда. Солен, и это был… Это был… Его год, его… Это был… Это был… Это был… Иосиф Бродский «Рождественская звезда», то есть с Христом как в пещере. Это был… Иосиф… Иосиф… Какой-нибудь… «Глаза отца»… Что-то глаза отца… Это был глаз отца, звезда «Глаза отца». Майс, давай… Благодарим от нее. Это был глаз отца. Глаза отца. Это был… Ну отца, то есть. Бога. Время. Господин Арзуманян, кто отвечает? Отвечает Армайс Григариев. Слушаем вас, господин Григорьев. Господин Ведущий, пожалуйста, повторите стихотворение, я попробую закончить его. Внимательно, не мигая сквозь редкие облака, Належащего в яслях ребенка издалека, Из глубины вселенной, с другого ее конца, Звезда смотрела в пещеру, и это был... Глаз отца. Глаз отца. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, Належащего в яслях ребенка издалека, Из глубины вселенной, с другого ее конца, Звезда смотрела в пещеру, и это был... Взгляд отца, господин Григорьев. Я поздравляю вас, три-два. Да, это был мой самый любимый вопрос по красоте. Дамы и господа, я просто хочу напомнить, Что телезрительница Анна Поджолян, Которая в пятом раунде проиграла знатокам, В качестве новогоднего подарка получает 70 тысяч драм От компании «Росгострах Армения». А мы продолжаем игру. Шестой раунд. Господин Эролян, Вы будущий врач. Уже выбрали себе узкую специализацию? Да. Кардиология. Кардиология. Да. Упорный, азартный, внимательный кардиолог. Бывает так? Ну, если нет, то будет, наверное. Против вас играет Севак Амбарцумян, Программист из Еревана. Вопрос снят нашим корреспондентам. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мы находимся на каскаде в Центре искусств Гафищан. На четвертом уровне этого архитектурного комплекса помещена, посмотрите, монументальная работа Арашираза. А теперь поднимемся на пятый уровень. Перед нами открывается пространство, замкнутая композиция из родничков. Внимание, вопрос. Что же символизируют эти роднички? Сколько там их? Время. 15, 15, 30. Каждый день, месяц. Здесь 15, и там тоже 15 было. Мы на Хангнерне. Нет, Марк. Нет, Марк. Мы на Хангнерне. Почему снизу? А почему только снизу? А там Орел был. Там Орел был. Орел переходит в виноград, потом в гранаты переход был. В гранаты. Может, это вино? Вино? Может, это веки, которые в Армении есть? Да, маленькие. Что только эти маленькие роднички? На четвертого они были ничего. В 15-й год там крест был. А, 15-й год. Или, возможно, 15 каких-то лет есть? Ребят, почему с четвертого на пятый этаж поднимутся? Не знаю. Что-то сверху. В 15-й год тоже. Время. 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 Господин Арзуманян, кто отвечает? В пятый век уже в христианстве. Господин Арзуманян, кто отвечает? Отвечает Марьяна Макарчан. Марьяна Макарчан. Слушаем вас, господа. Госпожа Макарчан. Мы предполагаем, что это 15 областей Мецхайка. 15 областей Мецхайка. Ваш ответ принят. Внимание, правильный ответ. Какие еще были версии, госпожа Макарчан? Была версия про 1915-й год, про геноцид. Какие у нас еще версии были? Про реки, которые текут на территории Армении. Но почему-то капитан решил дать ответ госпоже Макарчан. Внимание на экран. Господа, а вы хорошо рассмотрели вбитые в стену роднички? А успели их посчитать? Количество родничков 15. Символизируют они 15 провинций Великой Армении. Четыре, два. Господин Арзуманян, вот это интуиция. Четыре, два. И телезритель Сэвак Амбарцумян получает 70 тысяч новогодних подарок в размере 70 тысяч драм от компании Росгострад Армения. Дамы и господа, у нас в зале присутствует директор по маркетингу компании ЮКОМ господин Ашот Барсирян. Добрый вечер, господин Барсирян. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Барсирян, в чем залог успеха компании ЮКОМ, которая просто ворвалась на армянский рынок за несколько лет? Я могу рассказать долго, но одной фразой могу сказать, это командная игра. Командная игра привела нас вот сюда на сегодняшний день. Командная игра. В этом мы, конечно, у нас с вами есть какие-то... Да, господин Барсирян? Да, да, самые прямые. Тот Азар, который с первого дня делал нами, именно вот стремительность России, инновации, плюс к этому армянский наш самый хороший патриотизм. И командная игра построили тот ЮКОМ, который сейчас мы имеем. Компания ЮКОМ похожа на игру что где когда, потому что у нас тоже азарт и командная игра – залог успеха. Седьмой раунд. Обладателю Мраморного Орла компания ЮКОМ подарит новейший телефон Google Nexus 6P. Уважаемые телезрители, присылайте свои вопросы по адресу Ереван, Ягвардское шоссе 1, телекомпания Армения ТВ. Что, где, когда или на электронный адрес info.sobachka5.m Помните, что на игровой стол не попадут письма, в которых не будет указан источник информации и номер вашего телефона, а письма без фотографии будут рассматриваться в последнюю очередь. Против вас играет Геаннуш Вартанян, учительница из Арташата. В 1975 году состоялась стыковка космических кораблей Советского Союз-19 и Американского Аполлон. Известно, что по расчетам специалистов эта стыковка должна была произойти над Москвой. Но в действительности все произошло иначе. Внимание, вопрос. Почему журналисты разных стран, узнав о фактическом месте стыковки, назвали это совершенно мистическим и необъяснимым совпадением? Время! Перли! Где? Перли! Где советские и русские войска? Советские и американские войска? Перли! Перли! А Эльбе, может быть? Где они стоят? Люди, они должны были заходы за столицей, да? Какой-то знаменитый договор в России. Я предупреждал, что это обстоятельство. Куба, Карибская кризис. Может быть там же, где, не знаю, они, они осуждали, где было какое-то прошлое. Договор какой-то был. Или Берлин, или Остров свободы, Куба, Карибская кризис. Начало вместе стыковка. Что-то объединили. Там, там, два, объединили. Разбелительная стена между Союз-19 и Западом. А, может быть, это самая классная? Перли! Да, Берлин, город, город, столица. Перли! Да, 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 да. Может, какой-то... А, ну, Остров свободы, Куба, Карибская кризис. Какой-то сборный. Ну, 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 но комар. А, ну, 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 ну… Время, господин Арзуманян. Кто отвечает? Отвечает Аромаис Григория. Слушаем вас, господин Григоря. Господин Медведевич, можно повторить вопрос? Ну, хотя бы формулировку, если вам не трудно, пожалуйста. Почему журналисты разных стран, узнав о фактическом месте стыковки, назвали это совершенно мистическим и необъяснимым совпадением, господин Григоря? Стыковка была над Берлином. Над Берлином? Да. Ваш ответ принят. Внимание, правильный ответ. 1975 год. Стыковка советского и американского космических кораблей. Совершенно мистическим и необъяснимым совпадением журналисты разных стран назвали этот факт, господин Григоря, что стыковка произошла над рекой Эльба, там, где в апреле 1945 года состоялась историческая встреча советских и американских кораблей. Солдат, я не могу понять, господин Григоря, вы сами сказали эту версию. 4-3. Телезрительница Герану Швартанян приносит третье очко своей команде и зарабатывает денежный приз в размере 120 тысяч драм от компании «Росгострах Армения». Господа, если честно, я даже и не думал, что у вас может появиться у этой молодой команды такая версия. Но версию озвучил господин Григорян и сам потом ответил «Берлин». Абсолютно непонятная логика. Берлинская стена, в примере, как разделительная стена, но... Разделительная? Да. Очень хорошо вы сказали, но не соите, не стыковка. Как бы антонимичная, да, понятно. Понятно. Пошли дальше. Хотя я думаю, что капитан, согласно своей интуиции, дал отвечать господину Григоряну именно потому, что он должен был сказать над Эльбой. Нет, я не прав, господин Арзуманян. Нет, мы решили, что Берлин все же лучше, только я потом понял, что Эльба была логичнее. Эльба была логичнее. Восьмой раунд. Бывает. Давай. Господин Григорян. Да, господин Григорян. Вы работаете в Министерстве иностранных дел Армении? Да, господин Григорян. Опишите тремя словами, каким должен быть дипломат. О, как трудно. Каким, каким. Каким, каким. Каким, каким. Так как я, это очень грубарно звучать, но нет. Дипломат, во-первых, должен быть умным, с юмором обязательно и уметь пить. То есть пить? Да. Коньяк Мадатов только. Конечно. Против вас играет Левон Папян, будущий генетик из Еревана. Внимание, постеры. В 2013 году одна бразильская компания выпустила вот такие постеры. Внимание, вопрос. Какой бытовой прибор она рекламировала? Время. Да, шутка. Обой, обой, обой. Бытовой прибор. Люди, они страшные, у них дети красивые. Это не прибор, это бытовой прибор. Они страшные, дети-то красивые. Какой бытовой прибор? Почему зубы? Они не виноват, зубная щетка, может быть. Да, они некрасивые, дети красивые. Ребят, дети в другую сторону смотрят. Они смотрят на нас, а дети в другую сторону. Телевизор. Что может помочь у тебя появились красивые дети? У сыновления у дочек под аппарат? Одна бразильская компания с сериалами. Дети не очень по искусственному выглядят. Нет. Что может помочь у тебя красивые дети? Может, волосы какие-то, бытовой прибор, тостер, чайник? Какие бытовые вообще... Селфи-стик? Нет. Это... Что? Телевизор, да. Ребят, амбрография в старом стиле охотнена. Пульт телевизора может быть? Пульт от телевизора, выключить телевизор в правильный момент или что? Нет. Какой пульт от телевизора? Может, это чей-то ребенок? У них у всех зубы. У них у всех зубы, но и только у детей. Электронная щетка какая-то. Почему у некрасивых красивый ребенок? Почему? Какой бытовой прибор, может, помочь у меня? Время. Расческа, например. Время. Время, все. Кто отвечает, господин Арзуманян? Я попробую, господин Арзуманян. Слушай, тишина в зале. Какой бытовой прибор рекламировала эта компания, да? Да. Какой же, господин Арзуманян? Давайте предположим, что зубную щетку. Зубную щетку? Это не прибор, господин Арзуманян. Внимание, правильный ответ. Что? В рекламе наглядно показано, и вы это заметили, что прекрасный ребенок может родиться даже у внешне не совсем привлекательных родителей. Так и с продуктами, господа. Смешав их хорошенько, можно получить настоящий кулинарный шедевр. С помощью таких постеров бразильская компания рекламировала миксер 4-4. Телезрительница Леон Патам приносит четвертое очко своей команде, зарабатывает денежный приз в размере 130 тысяч драма от компании «Росгострах Армения». Спокойно. Красивый был вопрос. Ты прощаешься. Красивый был вопрос, господа. Господа, госпожа Макарчан. Да, господин Армения. Вы хотели стать актрисой. Да, было желание. Было желание или эта мечта еще не покинула вас? Ну, вообще-то, если поступить предложение, они против. Понятно. Девятый раунд. Спасибо. Госпожа Макарчан, давайте продолжим наш разговор. Да, господин Армения. Вы были капитаном. Играли, да? Этот опыт сейчас не мешает вам или, может, помогает? Нет, не мешает. Вообще не мешает. Может, даже помогает иногда. Но ни в коем случае не мешает. Когда помогает? В плане интуиции, я бы сказала, помогает. В плане интуиции. Понятно. По стрелке против вас играет Диана Манучарян. Студентка из Одессы, Украина. Внимание! Два черных ящика! В черных ящиках находятся отгадки на загадку, которую придумала для вас телезрительница. Послушайте. На загадку. На загадку. Послушайте. То, что находится в маленьком черном ящике, олицетворяло кратковременность растительной жизни и символизировало временное приходящее возвышение. А то, что находится в большом черном ящике, это символ вневременного, то есть постоянного превосходства и величия. Внимание, вопрос. Что в черных ящиках? Время. Маленькая, маленькая. Мапочка, елка, елка. Шишка, елка. Временный. Временный приход. Потом поставили щишка, елка. Может быть, король, принцы и короля. Там временный, а там... А может, это бабочки и камни? Ребята, а почему загадку принесли для вас? Растительная, растительная. Для нас придумали загадку. Может, что? Егру, орел, величие, что тебя возвышает? Рапуска, погоны, звезды? Мага и книга. Люди, звезды какие-то. Ребята, для нас придумали. Лист, лист, лист. Растительная. А то время жизни. Лист, листья, книга, листья, книга. А цветы, может, просто... Лист, растительная жизнь, книга, это как вечность. Хорошо. То есть лист, каковременный, может, упасть, лист бумаги. Попышать, убавка, ладно. Почему ящик такой огромный? Лист от дерева, да? Листик просто и книга. Листик деревья и листик бумаги. Листик деревья, это коротковременное. А листик бумаги все время остается, если ты что-то натишешь. Почему ящик такой большой, листик бумаги в такой ящике? Там есть значение. Чтобы быть и близ в армонатчике. Что, два разных червая ящика. А, да, тип на небо. Время. Господин Арзуманян, кто отвечает? Я отвечу, господин Идущий. Мы думаем, что в маленьком черном ящике лист дерева, а в большом черном ящике лист книги или книга. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Кратковременность растительной жизни – символ временного возвышения. Госпожа Макарчан. Например, победу в спортивном состязании олицетворял. Откроем маленький черный ящик. Венок, сплетенный из растения. Лавровый венок. А символ постоянного превосходства и величия – это госпожа Макарчан. Откроем большой черный ящик. Корона. Господин Арзуманян, желаю вам побед на протяжении всей вашей жизни. Будьте королем. 5-4 в пользу телезрителей. Диана Маручарян приносит 5-е очко своей команде. Зарабатывает денежный приз в размере 140 тысяч драм от компании «Росгострах Армения». Дамы и господа, дегустационная пауза. Наслаждайтесь вкусом коньяка Мадатов. А у нас в зале присутствует директор по маркетингу Степанокнецкого коньячного завода, господин Мэйр Гаспарян. Добрый вечер, господин Гаспарян. Господин Чарчан, давайте продолжим наш разговор про коньяк Мадатов. Давайте, господин ведущий. Господин Чарчан, вот Новый год уже прошел. Конкретно для Чарчана Ара имеет значение коньяк пить именно на праздники, на Новый год? Или вы наслаждаетесь коньяком более часто, скажем так? Ну, я думаю, такой чудесный напиток, как коньяк, не заслуживает столь редкого упоминания, как только по праздникам. С вами я согласен. Я тоже очень люблю господин Чарчан. Генеральный спонсор зимних игр «Что, где, когда» компания «Росгострах Армения», спонсор передачи компания «Юком», спонсор передачи «Коньяк Мадатов», спонсор передачи компания «Арарат Групп», спонсор передачи компания «Виваро», партнер телезрителей-знатоков «Нуркат». Реклама на канале «Армения». Дамы и господа, у нас в зале присутствует генеральный директор проекта «Нуркат» госпожа Марина Даллакян. Добрый вечер, госпожа Даллакян. Госпожа Даллакян, какие планы у вас на 2016 год? Ну, вы знаете, мы на самом деле будем продолжать развивать наш проект в основном в двух направлениях. Первое – это наращивание пула партнеров по проекту для того, чтобы как можно в больших местах наши кортодержатели имели возможность тратить с выгодой. И второе направление, очень важное для нас и, думаю, для жителей наших регионов – это развитие проекта в регионах. Спасибо, спасибо вам, госпожа Даллакян. Десятый раунд. Господин Арзуманян, какую литературу вы предпочитаете? Литературу? Я люблю в основном детективы, господин. Конкретные есть любимые авторы? Конкретно наши с вами любимые авторы совпадают. В первую очередь это Агата Кристи. Это Агата Кристи. Наверное, начитались, поэтому интуиция такая, господин Арзуманян. Ну, против вас? Покажите стрелку, покажите, операторы. По стрелке против вас играет Саркис Петросян, инженер из Еревана. В молодости этот итальянец хотел стать воятелем, подобно Микеланджело. Линии его статуй были изящны, но лица получались невыразительными. И он бросил это занятие. Хотя, возможно, страсть к скульптуре помогла ему стать тем, кого и сегодня знают во всем мире. Внимание, вопрос. О каком мастере идет речь? Время. О, что ж, польсицы. Может быть. Энсо Феррари может быть. Почему? По бжиме боялся. Лица у него плохо получают. Вот ими. Простите за дизайнер. Итальянец. Да, в дизайнер какой-то. Дизайнер. Должчак, должчак, должчак. Армандо, должчак, должчак. Там много итальянцев. Дальше. Он начал боять стаду. У него структуры очень хорошие. Походите, архитектуры получаются лицемиры. Да, лицемиры. Свердзи, скрипальщик. Чужая по ферции. Аж там формулировка вопроса идет. Он один архитектор. Сладивали? Сладивали, фигуры. Не знаю, может быть. Строчевали, скрипали. Очень красиво. Очень красиво. Строчевали более известны, конечно. Дальше. Дальше итальянцы, из-за чего не бальзи, не знаю. Дальше. Время, господин Арзуманьяк, кто отвечает? Эдуардо Элариан. Слушаем вас, господин Элариан. Нам кажется, что этот итальянец Страдивари. Страдивари. Почему вам там так кажется, господин Элариан? Вот в вопросе говорится, что любовь к скульптурам, значит, у него фигуры очень хорошо получались, а лица нет. А у Страдивари мы знаем, что очень красивые фигуры и вообще считаются самыми лучшими скрипками в мире. Понятно. Вот теперь понятно. Внимание, правильный ответ. Че считается? В молодости он хотел стать воятелем, однако линии его статуи были изящны, но лица не получались. Он бросил это ремесло и начал зарабатывать свой хлеб резьбой по дереву, господин Элариан. Потом его привлекла музыка. Вы уже поняли, о ком речь. Великий мастер, чьи скрипки специалисты называют бесценными. Антонио Страдивари. 5-5. Телезритель Сархис Петросян в качестве новоколького подарка получает 70 тысяч грамм от компании Росгострад Армения. 5-5. Господин Арзуманян. Мы начинаем с вами 11-й решающий раунд зимних игр «Что, где, когда» в Армении. 11-й раунд. Не напрягайтесь, господа. Мы спокойно, мы спокойно. Тут такая интрига. По стрелке «Сектор Росгострад Армения». Против вас играет Марьяна Товмасян, менеджер офисных продаж филиала «Аштарак». Недавно, тишина абсолютная в зале. Недавно, в одном из британских магазинов произошел пожар, который нанес ущерб на 250 тысяч фунтов стерлингов. Сотрудники страховой компании установили, что пожар произошел из-за окурков на крыше. Но выплачивать компенсацию владельцу магазина страховая компания отказалась. Внимание, вопрос. Кого обвинила страховая компания в пожаре, а хозяины полиции даже при всем желании не смогли поймать этого невольного поджигателя? Птицы, 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 птицы. Они не смогли поймать. Животное какое-то. Птицы совпадают еще. Ветер никто. Они не смогли поймать. Животное, животное, вертолёт. Они не смогли поймать. Понимаешь? Это окон. Что еще может быть? Они хватают окурки, брошенные. Птицы, птицы, птицы. Я в зале. Кто отвечает, господин Арзуманян? Я отвечаю, господин Птич. Слушаю вас. Птиц. Птиц. Обвинили птиц. Внимание, правильный ответ. Сотрудники страховой компании обнаружили на крыше окурки, один из которых был непотушенным. Виновником пожара оказался, а не оказалась птица, оказался воробей, который собрал эти окурки, чтобы обустроить свое гнездо. Страховая компания не выплатила компенсацию, так как договором такой пункт не был предусмотрен. 6-5 победа знатоков. И я называю имена победителей. И я называю имена победителей. Господин Гагик Григориан. Да, господин ведущий. Кто был лучшим телезрителем сегодняшней игры? Хочу напомнить вам вопросы, которые вы играли. Нет, не надо не напоминать. На самом деле вопросы были действительно очень интересные, очень хорошие. И раз за разом у меня менялось мнение, какой из них будет. Я все-таки остановлюсь на вопросе Астрадзивари. Астрадзивари, господин Григориан. Тогда Миксер. Миксер. Телезритель Левон Папян с вопросом о Миксере становится лучшим телезрителем сегодняшней игры. Получает альбом Николая Ревича «Путь к Шамбалу» с автографом капитана команды Аруцина Арзуманяна от компании «Арад Групп». Коньяк Мадатов семилетней выдержки. 50 тысяч драм на свой игровой счет от компании «Виваро» и мастер-карт «Нуркарт», голд-карту премиум-класса, голд-номер тарифного плана «Нурбилайн» и «Нурсификат» на сумму 50 тысяч бонусов от компании «Нуркарт». Игра закончена. Спасибо за игру. Дамы и господа, сыграна финальная игра. И нам осталось только определить лучшего игрока зимних игр «Что, где, когда» в Армении. Внимание! Через несколько минут состоится награждение лучшего игрока зимних игр «Что, где, когда» в Армении. А сейчас я хочу выслушать мнение капитанов и спонсоров. Госпожа Сона Мирзоян, слушаем вас. Ну, во-первых, я хочу поздравить команду с блестящей игрой. Молодцы! Это была действительно очень хорошая игра, и командный дух помог, чтобы вы одержали победу. Очень сложно, на самом деле, сейчас сделать выбор, потому что сегодня себя хорошо проявил как капитан, так и отдельные игроки. Но я сейчас объясню, почему я выбираю именно этого игрока. Ни в коем случае не умаляя достоинства Хорошего Назума Яна как капитана, я все же выбираю Армайса Григоряна, потому что он фактически... На самом деле, господин ведущий, окончить стихотворение Бродского, а Бродский достаточно своеобразный поэт, очень сложно. Понятно, понятно, сонно. Все, Армайс Григоряна, слушаем вас, господин Абовян. Я долго говорить не буду, сыграли все шикарно. И Армайс, и Эдик, и Лева Гюрзадян, респект. Но если бы не горят, вы бы не сыграли. Вот это всегда... Это не капитанский заговор, о котором идут слухи. Ни в коем случае. Сегодняшняя победа... Понятно, господин Абовян. Арутюнар Зуманян. Господин Болян, слушаем вас. Я скажу, что команда играла вся хорошо, но мне больше всех понравилась Марианна. Марианна. Тигран Кочарян. Господин ведущий, я в игре вообще отмечу Элориана, но Орел капитановский. Арутюна Арзуманян. Спасибо, госпожа Туманян. Я буду реально краток. Арутюна Арзуманян. Арутюна Арзуманян. Спасибо, господин Николасян. Господин Кочарян. Давайте немного интригу внесем. Эдуард Элориан. Эдуард Элориан. Арутюна Арзуманян. Арутюна Арзуманян. Арутюна Арзуманян. Арутюна Арзуманян. Намного легче спеть еще раз нам, чем выбрать лучшего игрока сегодня. На заде все очень ровная команда. Поздравляю, Элориан. Очень хорошо сыграл. Капитан на наших глазах. Вырос как игрок и как капитан. И это на самом деле очень большой прогресс. Мне кажется, лучшим игроком в этом сезоне, в этой команде, был Армайс Григориан. Потому что, как минимум, на половину вопросов он знал правильный ответ. Спасибо, господин Розазян. Госпожа Марина Даллакян. Слушаем вас. Поздравляю команду. Но, по-моему, лучший игрок это капитан. Без него не получилось. Спасибо. Господин Мэйр Гаспарян. Слушаем вас. Капитан команды. Капитан команды. Господин Армен Сукьясян. Господин ведущий, респект капитану, но я свой голос дарю господину Элориану. Господин Элориану. Господин Ашот Барсериан. Слушаем вас. Господин ведущий, я думаю, что каждая лодка может стать кораблем, если у него есть хороший капитан. Господин Арташи Скоропетян. Господин ведущий, хочу поздравить всех с этой физической игрой. Но, по моему мнению, и по мнению госпожи Нарару Цюнян, лучший знаток это очаровательная Марина Макарчан. Господин Гагик Григорян. Да, господин ведущий. Слушаем вас очень внимательно. Я бы тоже отметил блестящую игру господина Григоряна и очаровательной девушке, которая сидит. Но все-таки тот настрой, который задал капитан, вот как они вошли на игру, и в самый последний момент, как они собрались, на самом деле это заслуга капитана. Все играли отлично, но капитаны всплотили. Спасибо, господин Григорян. Внимание! Лучшим игроком зимних игр «Что, где, когда» в Армении становится Паручон Арзуманя и получает главный приз «Мраморный орел», а также денежный приз в размере 400 тысяч драм от компании «Росгострах Армения». Берите и владеете! Господин Арзуманян получает также новейший телефон Google Nexus 6P от компании «Еком», электронную книгу «Сони Ридер» от компании «Арат Групп», «Коньяк Мадатов». 50 тысяч драм на свой счет от компании «Виваро», а также «Мастер-карт», «Нур-карт», «Голд-карту премиум-класса», «Голд-номер тарифного плана», «Нур-билайн» и «Нур-сертификат» на сумму 300 тысяч бонусов от программы «Нур-карт». Господин ведущий, на столе осталось всего два конверта. И сегодня праздник. Давайте обладателям этих вопросов, авторам, тоже выдадим утешительный приз по 100 тысяч драм. Я вас понял, господин Григорян, Санвел Фарманян и Армения Гевуркян получают 100 тысяч драм, вы уже сказали, господин Григорян. 100 тысяч драм в качестве утешительного новогоднего подарка... Но чтобы об этом не узнал господин Шармазанов. Да, 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 да. От компании «Росгострах Армения». До новых встреч на канале «Армения ТВ». До новых встреч на канале «Армения ТВ».